Всем привет! В эфире «Континент». Меня зовут Игорь Цисарский. Сегодня очередная встреча с президентом Клуба Здравого Смысла Иосифом Розенбергом. Иосиф, приветствуйте! Ну, раз у нас одна очередная, то мы очередной раз скажем что-нибудь полезное. Несомненно. Давай вернемся к вопросу о кредитных картах. Что конкретно? Конкретно следующее. В основном все вопросы, которые задают наши зрители, читатели, крутятся вокруг того, как поднять кредит спор. Так что давай поговорим об этом. Давай, давай. Но сначала вопрос вот к тебе, как к человеку, который не вчера приехал в Америку. Для чего, скажем, тебе вот лично нужен кредит спор? Ну, любишь стрелки переводить. Ну, хорошо. Без хорошей кредитной истории нельзя получить хорошие займы или кредит. Ну, ты сейчас сформулировал очень правильно, не обратив особо внимания на формулировку. Ты сказал, что кредитная, нужна хорошая кредитная история. Но загвоздка в том, что кредит спор – это только одна страна медали. Никогда не задумывался, а что на другой? А на другой? Ну, не знаю. Всегда считал, что хорошего кредит спора достаточно, чтобы получить необходимое финансирование, скажем так. Ну, ты знаешь, так сказать, в скрытии показывается, что не совсем достаточно. Нужна все-таки кредитная история, где слово «история» в этой формулировке – это главное. Это главный фактор кредитной истории, оказывается, вовсе не кредит спор, что является необходимым условием, а лимиты, размеры наших кредитных карт. Уточни, пожалуйста, почему именно лимит? Ну, опять же, вопрос тебе. Когда ты кому-то дал деньги взаймы с условием месячных платежей, что тебя больше всего беспокоило? Как он платит помесячно или когда ты получишь всю сумму назад? Ну, вопрос очевидный – всю сумму. Все правильно, это здравый смысл. Теперь второй вопрос. Тебе легче бы дать эти деньги, хотелось бы дать тому, кто вот новичок в этом деле, или ты знаешь, что этот человек уже имеет опыт и занимается это не один год-два? Ну, такой вопрос риторический. Конечно, я или кто-либо другой займет деньги опытному, ответственному человеку, который имеет опыт займа. Ну, вот, видишь, все правильно. Со здравым смыслом у нас все в порядке. В таком случае последний вопрос. Как кредитная история вам поможет выбрать такого заемщика? Ну, возвращаемся опять же к кредитным кредитскорам. Так и вот нет, молодой человек. Этот показатель говорит только о сегодняшнем состоянии кредита. Я тебе могу привести массу случаев, когда человек с кредитной карточкой 500 долларов, которая была открыта там, я не знаю, полгода назад, имеет кредит 700. А тот, кто имеет там, я не знаю, 20 карт и имеет 20 лет работы, у него 720. Но я понимаю, что ты все-таки выберешь у того, у кого 720. Ну, и более. Да. Но, с другой стороны, во всех руководствах, если вы зайдете в тот же Google, так только и разговоров о кредитскорам. Опять же, здравый смысл. Кто, ты же пойми, люди, ну, только блогеры, может, которые сидят там нечего делать или пытаются что-то в будущем заработать, делают это, как говорится, бесплатно. А та информация, которая, так сказать, рассеяна в сети, прекрасно оплачивается и оплачивается банками. А банкам интересна только наша покупательная способность. А покупательная способность – это кредитскор. А как развивается наша кредитная история, их не волнует, не говорю уж о том, как она вообще может создаваться. Так вот, об истории как таковой кредитскор как раз и не говорит. А вот лимиты и количество кредитных карт, они как раз об этом говорят, кричат и очень наглядно показывают. Ну, тогда скажи, каким образом? Опять же, все просто. У нас есть карта с лимитом, допустим, 2000 долларов. И чтобы она выросла до лимита 10 тысяч, поверь мне, если ты не делаешь каких-то специальных телодвижений, а просто ей пользуешься, может пройти 8-10 лет. Это чисто арифметика. Умножай на 20%, и ты увидишь, сколько лет потребуется, чтобы она увеличила себя в 5 раз. Таким образом, известно, что если лимит ваших карт находится в пределах 2000, то скорее у вас за спиной те же самые 2-3 года хорошей кредитной истории. А если 10, то мы говорим о 70-ти годах кредитной. Опять же, хорошей кредитной истории, хороших платежей. Получается, что банки ориентируются на лимиты кредитов? Не-не, банки оценивают безусловный кредит, скорый размер лимитов, количество кредитных карт. Просто размер лимитов – это такой ключевой фактор. Ключевой фактор. Хорошо. Ну, логично. Ну, а тем, кто, как говорится, убил свой кредит банкротством, ну, или это только человек, только прибыл в страну, получается жить на обочине кредитования 5-7, а то и более лет. Ну, это их, скорее, обрекает на роль отстающих и лузеров, так называемых. Ну, я что этим могу сказать? Да, это так. Если положиться только на время, как восстановительный фактор, люди получают вот именно это. На самом деле, система и настроена на то, чтобы человек набрал опыта. Вот. Но есть правила и программы, которые позволяют эту временную потерю сократить лет с 10, скажем, месяцев до 6. Ну, ты хочешь сказать, что твой клуб такие программы представляет? А ты хочешь сказать, что ты этого не знаешь? Ну, я-то знаю, но я этот вопрос задаю от гипотетического нашего зрителя. Шутка, да. Я делаю это уже более 25 лет, это отработанный процесс, где количество спасенных выражается сотнями и многим. Ну, эта программа работает не только на восстановление или формирование кредита, но и на усиление, опять же, насколько мне известно. Да, да. Надо сказать, что данная программа вообще вышла на рынок совершенно определенной целью помочь клиентам сформировать аварийный фонд, чтобы те запасы, которые у них имелись где-то там в чулке и так далее, они могли бы использовать для, так сказать, улучшения своего бизнеса и дохода. Вот. И сделать это не за годы, а за месяцы. А это, по сути, и есть процесс усиления кредитной истории, потому что имея в семье на кредитных картах лимиты там в четверть миллиона и более, семейный бюджет получает кроме страховой функции, он имеет массу возможностей для дополнительного заработка и, опять же, количество клиентов вот с этими цифрами на кредитных картах, ну, скажем, я уже давно бросил считать. Так, хорошо. А как определить, насколько у семьи есть в этом необходимость? Ну, необходимость – это очень хорошее слово, такой хороший мотиватор. Вот. Это легко определить, просто проверив кредитную, прогнав кредитный рапорт. Так что, друзья, пусть эта передача будет для вас приглашением на оценку вашей кредитной истории, которую Клуб здравосмысла вам предоставляет. И слушателям она будет бесплатна, кроме платы в бюро за сам кредитный рапорт. Хорошо. Ну, пожалуй, вот на этом мы сегодняшний свой выпуск заходим. На этой жизнеутверждающей. Да, на жизнеутверждающей. Напомним только, что Клуба Травосмысла и у вас, конечно, всегда готовы прийти к вам на помощь, экстренную или долгосрочную, как вам уж угодно. Телефон, напомним, 847-520-70-30. 847-520-70-30. Ну и кроме того, если вы заглянете на наш сайт континент.ruc.com, то в отдельной директории очень много статей на самые разные темы, не только кредитов касающиеся. И записывайтесь, господа, в нашу группу в Фейсбуке. Там тоже намечаются интересные дискуссии. Последний вопрос. Уж серьезно последний. Про семинары, как всегда. Ну, семинары по субботам у нас продолжаются. Вот. Я просто хочу напомнить, что вот этот телефон 520-70-30 я очень рекомендую использовать. Я очень рад, что люди нашим советам следуют. Присылайте ваши адреса, имейлы и ваши вопросы. И я вам на имейл сброшу кучу всякой информации, которую почитать. Плюс у меня есть сейчас такая подборка роликов. Они буквально, ну, 15-30 секундные по, ну, скажем, по большинству аспектов семейного бюджета. Они не так, чтобы это все объясняют, но они помогают формулировать вопросы, которые вас должны заинтересовать. Так что, друзья, информация готова, и я готов ее вам предоставить. Совершенно бесплатно. Спасибо, Иосиф, и до новых встреч. До новых встреч, друзья. И спасибо за вопросы. Вот, кстати, эта передача, я так понимаю, и был результат ваших вопросов. Да. Поэтому пишите. У нас есть своя программа. Безусловно. Все правильно. Мы к ним возвращаемся. Вопросы еще его могут скорректировать. Мы к ним возвращаемся. Иногда повторяем. Ну, уж не общите, как говорится, потому что... А повторение мать. Да, да, да. Все. Отвечаю уже на первый же телефонный звонок, а мы прощаемся. Да, я понял. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Спасибо.